Артист Максим Аверин взволнован, судя по манере общения. Всё же во время рейса Барнаул-Москва произошёл не просто мелкий конфликт. Иначе, почему его уводит полиция? Произошло недоразумение. Все выяснили отношения, все разошлись. Ты в России, а ты тварь, б***ь! Остарь! Секунду, секунду, ожидайте. Ожидайте. Ты снимайся. На борту они выступили дуэтом. Главная роль у директора артиста Николая Коренева. Ругается матом, унижает экипаж. Аж после взлёта вваливается в кухню бизнес-класса, срывает шторки. А на выходе из самолёта поднимает руку на стюардессу. Пока полицейский не видит. А почему с ней ничего не делает? Ну, нужно что-то, что он стоит? Конечно, директор Аверина Коренев заявит, что всё преувеличено, он был адекватен. Выпил два бокала шампанского. Классическое либретто к авиадебошу. Для пассажиров любых профессий. Кто-то по традиции перед вылетом обязательно заходит в бар. Пропустить стаканчик, а потом ещё один, ещё, ещё. А кто-то уже после регистрации в чистой зоне заходит в бизнес-лаунж. Карточки для доступа сейчас дают едва ли не с каждой банковской кредиткой. И там, когда видит бесплатный алкоголь в неограниченном количестве, не может устоять. Дебош в самолёте происходит примерно каждые пять дней. Статистика по всем российским авиакомпаниям. Аэропорт Кольцова. Пьяный екатеринбуржец во время перелёта на вьетнамский курорт ругается матом, ведёт себя агрессивно. Злай своё место, б***ь, животное, б***ь. Когда он вернулся с курорта, задержали прямо в аэропорту. Впереди суд. В минводах рейс из Москвы пришлось встречать и полиции, и бригаде врачей. Во время полёта подрались две женщины. Синяки, ссадины, административная ответственность. Вообще, ответственность за дебоши в воздухе ужесточается, вплоть до реальных тюремных сроков. Но чаще всего хулигану грозит мелкий штраф. Просто не страшно. Нужно развивать экономическую составляющую, для того, чтобы человек чётко понимал, что дебош в данном случае будет весь за его счёт, и счёт будет очень немаленький. Остановить авиадебошеры должно и внесение в чёрные списки. Но эта мера в России применяется недавно. А пьяный человек не думает о последствиях. Плюс у авиакомпаний должны быть веские доводы. В чёрный список пассажир может быть внесён за неподчинение требований командира воздушного судна, за хулиганские действия на борту, за создание угрозы безопасности полёта. Максим Аверин и его директор в чёрные списки авиакомпаний не попали. По данным ряда изданий, отделались штрафами за мелкое хулиганство. Этой осенью Госдума окончательно рассмотрит законопроект о применении спецсредств на борту самолёта. Экипажи получат право фиксировать буйных пассажиров.